Продолжение следует... 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 прекрасна. Это вот такая же, у меня другой нет, у меня сразу нечего. Я понимаю, что я все-таки человек счастливый, я все-таки занимаюсь любимым делом. В общем, все вместе это называется счастьем. Другое дело, что это счастье другому человеку это смертельное что-то. С точки зрения другого человека это какой-то идиотизм, как я живу, это абсолютно нерационально и нецелесообразно. Ну, то есть это счастье годится пока мне. Что такое вы делаете нерационально и целесообразно? Ну, я очень много, я так понимаю, с точки зрения большинства людей очень много работы, у меня нет выходных никогда просто. Я работаю все время. Это нормально для меня, а для кого-то это идиотизм. При этом я зарабатываю гораздо меньше денег, чем мог бы. Ну, то есть я… Правда, что вы отказались от какого-то отражения? Я знаю, что… Сколько денег вам придется к вам? 17 долларов. Я вас снимаю. Я никогда в жизни не видел человека, которому предлагали 17 долларов, просто отказываться. Может, вы были это? Нет, нет, нет. Как вы посмотрели, когда у вас были ёлки? У меня были ёлки, да. В это время, то есть у меня было ряд гораздо более интересных вещей, действительно, чем сниматься там. А что? Значит, вас студия спикерка приглашает сниматься на 17-м году. Вы отказываетесь, чтобы что? Чтобы играть в спектакль, поставить, репетировать. Да нет, всё, что я делаю, мне очень интересно. Я уже… У меня нет времени делать неинтересные какие-то вещи для себя. Просто нет времени. Да и раньше не было времени. У меня много… У меня цепь интересных очень… Первостепенно интересных мне вещей. Чрезвычайно интересных. Понятно. Понимаете, я не вижу никакого, на самом деле, героизма. Ну, время у нас такое циничное, так сказать, вроде как. Выше денег ничего нету. Да есть, конечно. И есть, конечно. И масса вещей есть гораздо более ценных, чем деньги. Это безусловно. И есть, просто я сделал выбор какое-то время. Я понимаю, что я иду по этой дороге. Есть какие-то соблазнительные дороги другие, но уже у меня нет времени на них сворачивать. Поэтому, ну, как любой взрослый человек, я сделал выбор. И это мне очень интересно, то, что я выбрал. Это очень сложно. Этим надо заниматься бесконечно много, чтобы хоть чего-то серьезного, уважительного, так сказать, достичь. Поэтому, ну, у меня нет времени на что-то отвлекаться и считать деньги, которые я мог заработать. Ну, что уже про эти разные сюжеты. Я уже свой сюжет выбрал. Я хочу вам сказать, что, если вы хотите о чем-то спросить, это для работы, тут путлятные скрипки. Вот для того, чтобы туда складывать записки, если они у вас идти, я вас хочу спросить про вашу маму. Потому что про папу, естественно, очень много спрашиваю, а про маму реже. Я абсолютно убежден про вас в нескольких вещах. Вы очень хорошо воспитывали человека. Вот вы, я много раз это убеждался, я не буду с вами глазами видеть. Вы, вас очень хорошо воспитали. Мне интересно, вообще, сын и мама, у меня, да, потрясающая мама, это отдельно, я всегда знаю. Вас воспитывала имена общественная мама, скажу. Строго и строго. Вот вы приходили двое, как и Настя, и что мамы легли? Вы хулигалили, например, и что мамы легли? Ну, я не хулигаю, так сказать. Вообще? Ну, в частности. Ну, нет, я был очень живой. Я очень много двигался и много пространства занимал в силу малых размеров, но большой энергии я старался, так сказать, как-то восполнить свои малые размеры, так сказать, частотой телодвижения и, так сказать, объемом занимаемого пространства. Но я не хулиганил, то есть я не делал гадости, все-таки, ну, бывало там случайно, я прям, был один раз, что я разбил стекло, так сказать, такой классика жанра, так сказать, школьного, я там разбил стекло, но это один раз случайно, сколько извинялся. Я получал иногда двойки, хотя я хорошо учился, я иногда получал двойки, но я так страдал по этому поводу, что родителям просто не приходило на голову, мне еще как-то наказывать, потому что я так мучился сам из-за этого, я добросовестно очень был. Вообще, поскольку я из советской семьи, и родители у меня были абсолютно дети, такие чистые дети советского строя, по идеологии, вот, так сказать, по всему. И мне было объяснено, где-то, когда мне было лет шесть, мне было объяснено моими родителями, очень как-то предметно и понятно, я это понял, что единственное, чем я могу помочь своей стране, это тем, что я хорошо учился. Поэтому я вам о том говорю. Я помогал своей стране, и когда я получал двойку, я понимал, что я плохо сегодня помог своей стране. И это для меня было чудовищно, совершенно, по части угрызений совести, им не приходило в голову, как ты меня еще наказываешь, потому что это со мной творилось страшное. Вот, мама меня, конечно, тоже воспитывала, и папа как-то, воспитывали меня не вот всякими там вот пальцами, всякими назиданиями, как-то, у нас была, понимаете, какая-то очень доброжелательная, но строгая семья. Очень, она была такая, семья наша жила под знаком любви друг к другу, какая-то такая, под знаком влюбленности. Мы вообще мало виделись, надо сказать, родители же все время уезжали на гастроли, и я ужасно по ним скучал, и так же, как и моя сестра, Катенька, она, мы все время были в разлуке, так или иначе. Катя уже училась там в театральном институте, потом в театре Вахтангов уже работала, и я учился в школе, родители, в Ленинграде, родители без конца куда-то уезжали, в Ленинграде же не было помещения театра миниатюр. Он, в общем, каждый раз где-то въезжал в какое-то помещение, так сказать, и много очень гастролировали, и по долгу, месяцами они отсутствовали. Я был, значит, со своей нянькой Тасей, которую я очень любил, и, в общем, я все время был в ожидании родителей. Они приезжали, но все равно меня воспитывали они, и так же, как и мою сестру. Как-то было заведено, что вот почему-то я сразу понимал, что это делать нехорошо. По папиному взгляду, папа умел сгустеть пространство. Как-то это он делал тихо, папа говорил тихим голосом, этого тихого голоса боялись все в театре. Я же застал, так сказать, театр Аркадия Райкина и пришел в него, и потом, уже став художественным руководителем, я работал долгое время, и до сих пор есть люди, которые работали с папой. Ну, их осталось уже немного в театре, но, в общем, их было достаточно, чтобы сказать мне время от времени, говорить, вот ты там орешь, как ненормальный, бегаешь по театру, как сумасшедший. Аркадий Сахович умел просто так как-то тихо одну фразу сказать, как-то, из полуприкрытых век таких. И человек сразу подавал заявление об уходе. Вот это результат. А что ты тут бегаешь, орешь, сотрясаешь воздух? — Аркадий Райкин, тут в зале, я вижу, видел, есть молодые люди, вы, вот слава Аркадия Райкина была невероятной. Вот Филипп Киркоров тихо курит в стороне, по сравнению с той славой, которая была у этого человека. — Да, да. — Причем это была, помимо славы, это была такая невероятная любовь. Вот кто помнит правительственные концерты, которые начинали с хора, потом там был бы, и вот все ждали, будет в конце Райкина. Собственно, смысл просмотра правительственного концерта в том, что будет Райкин в конце или не будет. Как ваш папа относился к славе? Вот он же не мог выйти на улицу, он не мог зайти в уголе. — Он мог, нет, он выходил на улицу, он, так сказать, всюду, куда нужно, он входил, выходил. Но он как-то умел, как-то очень застенчиво как-то это не замечать. Он как-то умел это. Он очень скромный был человек. Скромность была одной из самых, как ни странно, ярких его черт. Он был скромный. Папа был скромный. Он тихо разговаривал. Он вообще в жизни многих разочаровывал, потому что от него часто ждали продолжения того урагана, каким он, так сказать, являлся на сцене. А он в жизни был тихим, больше слушающим, чем говорящим, больше воспринимающим, чем, так сказать, выдающим какую-то энергию. Он вообще людей раскрепощал, надо сказать. При нем довольно быстро. Сначала, так сказать, он на человека, первый раз его увидевшего в жизни, производил, конечно, такое шоковое впечатление. Но очень быстро люди при нем раскрепощались. И он умел слушать, он любил восторгаться, он вообще любил удивляться со знаком плюс, так сказать. Он любил увлекаться. И люди это чувствовали, и очень при нем раскрепощались. Вот мальчик хотел быть, это вы, хотел быть биологом, а потом решил быть артистом. Биолог нормальная профессия, артист, как сказать, странная профессия. При этом понятная вашим родителям. Какая была реакция мамы и папы, вот когда вы сказали, я не биолог, я артист? Как что? Реакция ваших родителей, когда вы сказали, что вы… Ну, так не было, так я ничего такого не говорил. То, что я занимался биологией, вот так сказать, это было известно им давно. То есть я увлекался очень и много знал, учился в школе, при университете, в школе такой с математика, физика, химико, биологическим уклоном. Этой школе сейчас вот исполнится 50 лет вот в этом году. Замечательная школа, до сих пор она существует, при университете Ленинградском. Замечательная школа. И родители это очень поддерживали. Что вот я… И мне как-то казалось очень логичным, что вот у меня все актеры в семье, а я вот ничего с ними не буду делить, я в другую совсем сторону пойду. Мне казалось, что это очень правильно, и как-то было действительно логично и правильно. Но потом в какой-то момент я понял, что я ими, животными, увлекаюсь гуманитарно, не как ученый. Я ими художественно увлекаюсь. Вот как-то художественно. Я не могу, когда они там зафиксированы, когда они там в формалине уже, ну вот когда они там уничтожены и как бы вот заходят в каком-то таком статичном, уже навеки вечном состоянии, таком, значит, каком-то музейном. И я ими увлекаюсь так поэтически, я понял. Но это я не сразу понял, потому что я ходил в экспедиции за ядовитыми змеями, я занимался много млекопитающими. Мне это все очень нравилось, пока вот не пришло в голову, что я ими увлекаюсь так художественно. Извините, а что такое экспедиция за ядовитыми змеями? Ну, на Мангышлак я ходил в две экспедиции от университета, ловил, 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 ну вот так вот ловил всякими приспособлениями, гюрс, эф, кобр. Это было самое в Советском Союзе змеиное место, Мангышлак это вот на космосе. Не страшно совсем? Нет, такой смельчак. Вы говорите, называете кобр, гюрс, уже страшно. Нет, просто змеи это абсолютно совершенные существа, ну, в своей области, в своей, так сказать, природной направленности. Это абсолютное совершенство, это невероятная красота и совершенство, божественное просто. А преодоление, так сказать, такой, ну, к ним отвращения, мерзости, это дело, ну, это как раз вопрос увлечения. Когда человек смотрит на змею, он думает, вот, совершенное существо. Да, 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 конечно. Да нет, более того, я несколько лет копался в помете, например, а потом очень полюбил парфюм. Это нормально, это совмещается, это вот из противоположности. В помете я копался, когда надо, я могу покопаться в любом помете. Я абстрагируюсь, если вообще, если кого-то что-то интересует. Я копаюсь в помете, когда, например, я смотрю самостоятельные работы студентов. Знаете, в смысле этой работы там очень мало положительных результатов. Обычно это ужасно неумело и чудовищно. И я иногда напоминаю себе в таких случаях, вот, знаете, человека, который ходит, знаете, вот собака, что-нибудь съест из драгоценности случайно. Там бывает дома, где-нибудь какое-нибудь колечко там или какое-нибудь. И вот ходишь потом за ней и ждешь, когда она выкакает это колечко. И я иногда себе напоминаю вот такого человека, когда я смотрю кучи неудачных каких-то работ. Я смотрю и думаю, господи, ну где колечко-то? А иногда я себе напоминаю человеку, который ошибся, а она ничего не съела. А он все копается. Колечко нету, просто изначально его нет. Это я студентам своим говорю, ребят, я себе сегодня напоминаю вот такого человека. Итак, вы поняли, что у вас гуманитарное отношение к животным. Но это как бы вы понимали, чем вы не будете заниматься. А почему вы решили, что вы будете заниматься именно этим? Мне интересуют реакции родителей на это. Да нет, у меня с родителями в этом смысле были отношения простые. Папа-то давно хотел, чтобы я был артистом. И потом я узнал, что он всегда был уверен. Или с каких-то пор он был уверен, что я буду артистом. Он вообще верил в меня гораздо больше, чем я сам себя. У него ко мне были отношения такие... Он очень ко мне хорошо относился, как актеру. И поэтому он для меня был не авторитетом по части оценок моей работы. У меня были гораздо более строгие судьи, учителя. А папа... Мне было очень... Он был гениальный артист. Я это понимал с детства. И я смотрел на него, как он работает. Хотя научиться у него было почти невозможно ничему. Он был не... Не полезен для другого. Он, во-первых, не обладал педагогическими способностями. Он гениально показывал. Это хотелось повторить так по обезьяне. Безумно хотелось. Это невероятно было, как он показывал. Невероятно. Можно было, ну как это так сказать, попросту сдохнуть просто от того, как он показывал. Это не годилось никому. Никому, кроме него. Это были ходы и какие-то приемы, невозможные для повторения. И это не годилось только ему. Он навязывал это всем артистам. И был счастлив, когда кто-то повторять пытался это. Кто-то пытался повторять, и это не шло никому. И вот однажды он мне загубил работу, потому что он мне показал, как это можно сыграть. Это было гениально просто. И я стал пытаться это повторять. Он был счастлив от того, что я повторяю все, что он мне показывал. И потом я стал выходить с этим в своих каких-то творческих вечерах. Попытался в конце. А у меня были творческие вечера. Я уже тогда был довольно таким популярным. И у меня были творческие вечера. И они такие были очень успешные, надо сказать. И я в конце как бы на сладкое решил показать это. Ушел при полном недоумении зрительного зала. То есть я не поверил, что это провал. Я решил, что нет, что-то они не поняли. Или я что-то не понял. Я еще четыре раза пытался это повторять. Я провалился не то, что сквозь пол, а сквозь еще несколько этажей. Как в фильме «Волга-Волга». Сквозь весь пароход я летел. Из днища выпадал куда-то в глубину. И когда я четвертый раз провалился, я пришел к Валерию Фокину, режиссеру, которому я больше всего доверял. И сказал, Валера, вот сейчас сядь, пожалуйста. Вот я сейчас тебя сыграю. А ты мне скажи, в чем дело? И сыграл ему. Это была вещица замечательная Антона Павловича Чехова и раннего Чехова, Чеханте. Называется это из дневника помощника-бухгалтера. Это папа мне когда-то показал. Это гениальная вещь совершенно для актерской вообще игры. И папа мне однажды сказал, вот эта вещь, полторы страницы. Дневник помощника-бухгалтера. Он мне показал, как это можно сделать. Он показал так, что, ну все, вот дальше. Дальше все, что я вам рассказал. И когда я показал это Валерию Фокину, он сказал, старик, значит, тебе надо это забыть. Выкинуть это из головы, потому что ты существуешь здесь на территории Аркадия Сакчарайкина. Это территория, которая запрещена для всех вообще, всем. А тебе в первую очередь. И тебе страшно не идет. Ты повторяешь краски артиста Аркадия Райкина. Это совершенно тебе не нужно. Это просто тебе портит все. Тебе нужно выкинуть вообще это. И не прикасаться больше к этому произведению. Потому что оно испорчено уже. Для тебя оно, так сказать, это табу. И я, значит, вот это был такой случай. А когда вас смотрел в «Современники», например, на «Валентина Валентина Аркадия Сакчарайкина», он видел Валентина Валентина? Да, 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 он видел. Он видел. Он вас никогда не ругал вообще? Нет, он меня, он не ругал, нет. Он не ругал, он мне какие-то советы давал, иногда очень точные, но он меня любил. Ну, как вам сказать, вот, ну, что он был папа в этих... Я не относился внимательно к его оценкам, потому что они были высокими. Он ко мне приходил, когда я уже работал в его театре однажды. Мы были на гастролях. Я уже работал, я был вообще такой, как бы, артист с инициативой, что было вообще очень опасно в театре Аркадия Райкина. Он был отцентрован на одного человека, а тут пришел какой-то второй и тоже стал что-то проявлять инициативу. Отцентрован на одного, и этот самолет стал что-то крениться. В общем, папа проявил, конечно, колоссальную мудрость в том, что он вообще позволял мне это делать. Пригласил туда, я еще пригласил туда кучу народу, другого, артистов, там все. И тут сын, не сын, если бы он меня выгнал, мне, конечно, было бы больно, но я бы это понял в результате. Потому что это был его театр, это было его детище. Ну, какого черта кто-то должен приходить, сын-то, не сын, и какую-то свою кашу варить. Ну вот, тем не менее, значит, он нам позволил ее варить, и нас очень защищал, и все, и любил с нами играть, с молодыми. Вот однажды мы были гастроли, где мы играли, это было в Вильнюсе, мы играли так, он играл свой спектакль, и мы играли с ним в спектакле, потом мы играли свой, без его участия, потом опять, а потом мы играли, по-моему, шесть своих за три дня. То есть утром-вечером, утром-вечером, утром-вечером. Один и тот же спектакль. Это был очень крикучий спектакль, то есть с большим голосовой очень нагрузкой. Я там еще не уходил со сцены. В общем, у нас у всех пропали голоса. И к шестому спектаклю мы были, группа сифилитиков таких, молодых. Вообще-то, значит, голос звучал только, когда орешь, как только б тише. Как-то немножко громче. Это еще так. Мы играли там все, ну, неважно. Значит, я к чему говорю? Вдруг, после шестого спектакля, я прихожу к себе в гримерку и вижу, папа сидит. С каким-то лицом таким, каким-то любящим. Я говорю, папочка, а что ты здесь делаешь? Он говорит, я был на спектакле. Я говорю, что ж ты пришел? Господи, у нас голосов нет, мы вообще играть не можем. Мы просто что-то... Какой спектакль! И рыдает. Он вообще плакал от... Я много раз видел, как он плачет там от балета, вот мы вместе. Он так мог вдруг сказать, господи, как прекрасно! И зарыдать. Это вот... Ну, это семейное. Я не думаю, только вы не делайте что-то вот очень такого. Вы выступаете сейчас. Я не смогу, нет. Я просто не смогу даже не знаю. Я сейчас заплачу, если вы что-то очень здорово сейчас прочтете. Не-не-не, это ко мне не относится. Я тут издаю вопросы мелкие, все. Ну, не важно. Так вот, он зарыдал. Входит администратор. Говорит, Аркадий Александрович, что такое? Я говорю, не-не, не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Это просто... Ну, просто... Сын такой попался у него, талантливый. Ну, плачет папа. Ну, понравилось ему. Ну, ничего. Спокойно, все. Какие у вас дела ко мне? Говорю. В общем, я просто помню вот это. На самом деле, это для меня было очень... Ну, значимо. Он все-таки... Я не могу так сказать. Я говорю, конечно, что вот я не очень обращал внимания на это. Но это, конечно, действовало на меня. Для меня это было, конечно, очень значимо, когда он вот так вот к этому относился. Хотя, повторяю, у меня с собой очень сложные отношения были всегда. И он ко мне относился проще. Я думаю, господи, если бы я так верил в себя, как он в меня верил, мне бы может... Ну, это было бы тогда уже и не я. Вы не верите в себя? Понимаете, тут так я бы сказал. Мне моя профессия, мне так и дано кажется, что мне моя вообще профессия актерская нужна только для того, чтобы преодолеть неверие в себя. Вот она мне для этого нужна. Вообще оказалась нужной. Вот знаете, это похожая ситуация. Знаете, как... Вот я знаю, что Ира Роднина, замечательная, гениальная спортсменка, она пошла в фигурное катание, потому что у нее были какие-то маленькие легкие, и она болела в детстве. И ей фигурное катание прописали как какое-то некое, так сказать, полезное дело, там какое-то испарение ото льда, которое каким-то животворным образом влияло на легкие. И ей это прописали. Просто как болеющему часто ребенку. А она в силу своего характера... То есть изначально ей было это прописано как, так сказать, некое лечение. Вот мне моя работа поначалу, моя профессия понадобилась как способ преодолеть бесконечное неверие в себя. Ну такое не бесконечное, но ужасно мучительное. Ну я просто самоед. Нельзя сказать, что я так уж в себя не верю. Скажите, когда вы играли вот одно из самых сильных моих потрясений театральных вообще по жизни, это спектакль «Превращение». И там вот, кто не видел, там опускалась сцена, ты так сверху смотрел, и лежал человек на кровати, вы, и начинали шеветь руками и ногами. И было абсолютное ощущение, что это жук. Вот абсолютно. То есть я понимал, что это Райкин, но при этом было ощущение, что это жук. Вы, ну это не главное, что вы там делаете, но вообще это совершенно... Ну это ужасный спектакль, в смысле ужасный, гениальный и ужасный по восприятию. Вы понимали, что вы гений? Вот вы понимали, что, хорошо, не гений, что вы невероятно играете. Сейчас я заплачу. Нет, ну вот сейчас вы как бы себя ведете как человек, который себя не уверен. Но неужели вы не понимали в этом спектакле, например, что вы играете невероятно? Ой, Андрей Маркович, дорогой. Я получаю таких, как бы это сказать-то поприличнее, актерский язык такой, кучерский вообще. Я получаю такие пистоны от режиссеров, мне так бьют по башке и по всяким другим местам, и я это люблю. Я без этого жить не могу. И любой артист, понимаете? И это действительно, не то, что я жалуюсь, вот я эти получаю. Актерская профессия такая подчиненная, и это прекрасно. Я не знаю, это вообще гений, не гений, это какие-то слова, они посторонние. У нас другой язык. У нас... Ты что, охренел? Ты завалил этот кусок? Ты чего? Нет, ну ты как-то возьми себя в руки, говорит режиссер. Или там Юра Бутусов говорит, ребят, ну все неплохо, если бы не Константин Аркадьевич. Ну нельзя, ну Константин Аркадьевич, ну нет, ну вы понимаете. Ну, а еще я не умею, я не, в диалог не вступаю, я только принимаю к сведению, потому что это тоже профессия, я профессионал. Я не обсуждаю, я принимаю к сведению, это вообще. Вот делают тебе замечания, не надо говорить, нет, просто я хотел, вот этого не надо ничего. Надо, это монолог режиссера, он тебе предъявляет ряд претензий. Ты обязан это запомнить, принимать к сведению, реализовать эти замечания. Вот как дело, какие гении... Скажите, пожалуйста, то, что вы говорите, понятно, но это все говорит художественный руководитель театра, то есть по сути диктатор, худрук театра – это диктатор и король. То есть вы можете, это такая противоестественная же история, вот вы выходите за пределы репзала, вы можете решать судьбу людей, вы входите в репзал, и любой Бутусов может... Ого! Может любой Бутусов с Туруа... Я же любой Бутусов с Туруа. Ну, режиссер невежано. Может вам говорить любые... Конечно. А как вы, вы же один человек? Я один, но просто я в разных качествах, это нормально. Нет, это переключение происходит мгновенно. Ну, я буду идиот, если я приду репетировать и все время буду думать, ну, я худрук, не, ну, я худрук, я худрук. Не, ну что вы, более того, я отдался, так сказать, в режиссуру и педагогику Кали Борисовне Покровской и Сергею Витальевичу Шанталинскому, которые у меня ставили на курсе дипломный спектакль. Я про это рассказывал, но это просто очень наглядный пример, поэтому, если кто-то про это слышал, я там прошу прощения, но это просто очень наглядно, вот как раз к тому, о чем вы говорите. Был спектакль на моем курсе. Я считаю, что обязательно русские студенты, русские артисты русского театра должны обязательно пройти через Островского. Ну, просто мне кажется, что это особенный драматург, который как-то к чему-то очень серьезно приучает. И мы сделали спектакль по моему предложению, мы сделали спектакль «Не все, коту Масленица», который они поставили, а я сказал, Алла Борисовна, я вас прошу, поставьте у меня спектакль, а я, если хотите, сыграю Ахова, вот эту возрастную роль, вот эту замечательную роль, а я мечтал вообще в Островском сыграть, я вообще очень люблю Островского, но как-то ставил его. А вот и я стал репетировать в режиссуре Сергея Витальевича Шанталинского и Аллы Борисовны Покровской, я стал репетировать этот Ахов, вместе со своими студентами, которые на моем курсе, где я худрук тоже этого курса. То есть я вообще, а еще мы стали репетировать у нас в театре, в Сатириконе, то есть я дважды худрук. Худрук, худрукач вообще, понимаете? Худручок, я подписываюсь, худручок. Значит, вот, ну и что? Значит, когда я репетирую, я становлюсь нормальным артистом, то есть как? У меня обязательно не получается, я вообще очень трудно репетирую, я совершенно не репетирую, прищелкивая пальцами, что думают студенты, что ну, худрук-то он сейчас будет, начнет выдавать там всякие фортеля свои, он все умеет. Я репетирую, как вообще любой нормальный артист, я репетирую, так сказать, я, ну как, сначала я сначала прохожу конкурс, собеседование, басня, проза, стихотворение. То все сначала начинается. Каждый раз? Каждый раз, абсолютно. Это все, те же ошибки делают, что делают на первом курсе. Все, ну, немножко сокращается, так сказать, сам процесс просто по времени. Ну, все поначалу, каждый раз ты делаешь. Не получается. Обязательно возникает ситуация, когда не получается. Не получается. И более того, у меня возникает четкое ощущение, что и не получится никогда. Причем, вот вы смеетесь, а это совершенно искреннее, паническое ощущение. Вообще, это сравнить с чем-либо другим по муке, это почти не сравнимо ни с чем. Это как другой вид спорта. Ты мастер спорта по лыжам, а тебя в шахматы посадили играть. Ну, при чем тут шахматы? Ты думаешь, ну, я в шахматы не умею. Потому что другая пьеса, это другой закон. Это вообще все другое. И другой еще режиссер. Да не хочет он твоих других умений. Он хочет заново все, чтобы ты. В общем, короче говоря, не получается. И вот можете себе представить. Я плачу, я всегда плачу. У меня наступает момент, когда от отчаяния. Ну, как можно сказать? Ну, как женщина, когда рожает, ей больно. И сколько бы она ни рожала, ей больно. И десятый ребенок, это же больно все равно. Понимаете? И я вот рожаю. И мне больно. И мне больно, и обидно. У меня не получается. Мои дети. Ну, то есть, я имею в виду студенты. Они худручок плачут. Знаете? И даже сострадания нет. А просто, знаете, как в песочнице у детей, у маленьких. Они такими пингвинами подходят. Кто-то из них, из маленьких, один заплакал. А у других нет сострадания. Они их смотрят, рассматривают. Сопли текут. Слезы. Они смотрят. Вот эти смотрят на меня. Не жалко им меня, ничего. Потому что, ну, какой я худрук. Ну, я плачу. Это интересно. Физиологически интересно. У него слезы оказываются, как у нас. Там сопли. Он шмыгает тоже. Лицо стало красным. Еще некрасивее стало. Смотри-ка. Вот так. И что, мне кажется, большой школой является для них? Они вдруг понимают, по мне, что опыт не приносит облегчения. То есть, в нашем деле опыт, это не значит, что тебе легче стало. У тебя просто, ну, уровень задач другой. У тебя планка выше, чем у них. Но это означает, что тебе только тяжелее даже. Что ты очень трудно работаешь. Что никакого прищелкивания пальцами в нашем деле. Ничего. Вообще все эти легенды про моцартовскую легкость, я считаю, что это абсолютное вранье. Это неправда. Когда говорят, надо работать весело, легко там. Ну, так относительно говоря. Что-то я с трудом это. Я никогда не видел, чтобы артисты, которые по-настоящему мне вызывают восторг и, так сказать, какое-то чувство огромного уважения или восхищения, чтобы они работали легко. У меня такое ощущение, что вам нравится страдать. Нет, страдать не нравится. То вам кажется, что это такая обязательная составляющая жизни, которая должна быть. Нет. Если бы вы видели однажды, когда у меня что-нибудь не получается, вы поняли, что ничего хорошего. Это чистой воды мука. Поэтому вы вообще не увидите этого никогда, потому что вообще, например, на репетиции, я считаю, что это абсолютно неприемлемо пускать кого-то на репетиции из посторонних. Просто вообще из людей, которые не имеют к этой репетиции прямого отношения. Потому что это такое кровохарканье, это такая мука, это так некрасиво. А потом из этого может вырасти, может вырасти что-то красивое. Скажите, вы сейчас рассказываете, вот если представить себе человека, который не знает, что такое театр, вот он не понимает, что такое спектакль, вы рассказываете про какую-то ужасную, мучительную жизнь. И я не знаю, наверное, многие из вас помнят, что когда ушел Аркадий Сакович, вы сказали, что вы перестаете сниматься в кино, вообще перестаете заниматься чем бы то ни было, будете заниматься только театром. Я не помню, что я такое говорю. Да, вы такое, потому что это очень произвело впечатление невероятное, потому что вы тогда снимались, вы были там супер, вы сейчас тоже, но тогда было непонятно, как все раскроется, вы были суперзвездой. И человек сказал, я буду заниматься театром, камерным делом, вот настолько это человек. То есть заниматься мукой и ужасом. Значит, понятно, что с одной стороны мучительно, а что с другой стороны? Все это ради чего? Играют роли. Господи, это такое счастье, это ничто с этим не сравнится. Вот из-за этого стоит этим заниматься, потому что, ой-ой-ой, это, знаете, это знают только театральные артисты, даже киноартисты этого не знают. Вот киноартисты это, ну что там, вот я смотрел, первый раз, я не фестивальный человек, я не люблю, а тем более кинофестиваль это для меня какой-то, ну это вот какие-то тусовки, которые я там, ну, то есть они замечательно проводят время, и слава богу, и пусть они так проводят, но я никогда. Я тут попал на, короче говоря, венецианский кинофестиваль, и был на его открытии. И вот я увидел, как там Жорж Клоуни, как, значит, Буллок, они вот там дают автографы, я думаю, ну вот они киноартисты, да, вот они там снялись, и хорошо снялись, хороший фильм, здорово сделан, гравитация. Ну вот, я думаю, какие они жалкие в сравнении с театральными артистами, они не знают, что это такое, вот иметь сиюсекундную власть над тысячей людей, когда они тебя обожают. Что такое они за автографы? Это за что-то, а когда ты вот сейчас, раз, и они поголовная сдача в рабство, полюбовно на тебя обожают, они отщелкать по носам, вот отщелкайте меня по носу, отщелкайте меня, ну сделайте со мной, что хотите, как мы вас любим. Господи, это когда ты, когда вот затихает зал, знаете, затихает, вот есть тишина пустого зала, пустого, то есть абсолютный нуль звуков, а есть меньше нуля, меньше нуля. Это когда полный зал, который, это как сейчас, вот, да, который, знаете, когда меньше нуля, когда как втягивающая тишина, меньше нуля. Еще, потому что они все на нитке внимания находятся, все прямо, ох, это, ну что вы, это такое ощущение власти, только артист, это еще может, такую любовь испытывает на себе, так сказать, вот к себе, только спортсмены, когда они гол забивают в эту секунду. Артист театральный, он испытывает такие сильные ощущения от этого, вот, от этой власти, от этого, это даже не в поклоне дела, не в аплодисментах в конце, а вот во время, когда ты понимаешь, что ты ими владеешь, причем не через силу, не через, не через, ну как бы, не насильно, а полюбовно, это ты их так взял. Это такое, знаете, это такие секунды высочайшего счастья, это такие вот гибельные выси, как написано у Булгакова. Гибельные выси, это вообще с этим что-либо сравнить трудно, вот, там многие этого не знают, я думаю, хочется сказать, несчастные, они этого не знают, но они, поскольку они не знают, что они несчастные, то они и счастливые, вот они ходят по улице. Поэтому, вот, к чему, вот ради этого стоит это, вот, терпеть, понимаете, это, 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 это гениальная профессия совершенно, актерская, театральная. И все равно, вот, когда ты чувствуешь вот эту тишину зала, ты не, ты потом не говоришь себе, молодец, а это Пушкин, это Сукинцын, не говоришь себе никогда. Нет, ну, нет, ну, что, по-разному бывает, ну, вроде, мы говорим так, у нас рабочий язык, он, знаете, вот, как у цирковых, у балетных, у актеров такой, он не сентиментальный этот язык. Он кучерский, он грубый, он нецензурный часто, причем нецензурный, я люблю такой язык, я вам скажу, потому что он, он не от грязности такой, а от, это мышцы слов, мышцы фраз, от, понимаете, это, это, театр, это трудное сочетание, соединение искусства и производства. Это всегда очень болезненные швы, и когда выпускаешь спектакль, ну, как вам сказать, как без мата обойтись? Ну, мат бывает оскорбительный, а бывает другой. Ну, вот, почему я думал, почему вот неверно будет вообще запретить его никуда, вот больше нигде не употреблять? Ну, как можно? Просто есть оскорбление, а есть другое, есть темперамент, работа, а потом есть такие знаменитые матерщинники, как Фаина Георгиевна Раневская. Ну, понимаете, это значит, это просто от классики отказаться. Ну, как? Ну, действительно. Известная история, вы ее рассказывали, Сей Твиндо ее рассказывал, что Сей Твиндо замечательный актер, чернокожий вашего театра. Когда вы спросили у него, что, как ты думаешь, спросили у чернокожего актера, если в театре будут ставить Отелло, кто будет играть Отелло? И сказали, Сей Твиндо, играть Отелло буду я. Вот я вас и с этим хочу спросить, в театре Сатирикон репетируется Отелло, где играет, на мой взгляд, я, опять же, нельзя такие слова возвышенные говорить, но поразительный актер Трибунцев играет Яга. Я просто увидел в театре, он фантастический актер, и не менее фантастический актер Суханов играет Отелло. И вот тут я вас хочу спросить, роль Отелло, если вы не в курсе, она одна из величайших. Вот Отелло Гамлет, ну, такая невероятная. Хорошо, Бутусов не хочет вас, но найдите режиссера. Да нет. А как можно, как вот худрук, человеком руководит артист, и у него Отелло играет другой человек, как можно? Нет, ну, во-первых, ну, там сложные обстоятельства. Во-первых, я, кстати говоря, еще не видел, я должен посмотреть эти прогоны. Во-первых, у нас Отелло, у нас перерос, Юра Бутусов, он такой режиссер, что у него не первый раз это происходит, когда три сестры у нас превратились в Отелло. У нас сначала были три сестры, потом в Отелло. У нас так в короля Лира превратился ревизор. Мы начинали ревизор, а потом мы обнаружили, что это король Лир. Ну, и, конечно, я так шучу немножечко, но вообще это, знаете, хорошие шутки, когда речь касается, речь идет о, ну, вообще планах театра, о декорациях, о деньгах, в конце концов, которые вкладываются в спектакль. Ну, Отелло. Да нет, понимаете, я никакой ревности здесь не могу испытывать, это другое дело. Ну, у меня есть свои, конечно, актерские какие-то, ну, как вам сказать, мечта я не могу сказать, я не мечтатель никакой, я делатель, я чего хочу, то я делаю, я не мечтаю. О, хорошо. Ну, Отелло так несколько раз, Юра мне предлагал тоже Отелло сыграть, вот он, я отказался сейчас, это я примерно как со Спилбергом, значит. Он мне предложил, он мне все время предлагает играть, но он нарушает мои планы, черт возьми, ну, у меня другие, я сейчас в это время делаю целый ряд тоже вещей. Подожди, секундочку, подождите, со Спилбергом я понимаю, но здесь Бутусов, девчонок, который вы очень уважаете. Я не должен был играть в его спектакли по нашему распределению в этом времени и пространстве, я должен в это время делать и делаю другое. Это же все, я прошу прощения, речь идет о роли Отелло, но какое пространство... Нет, я же вам не говорю, что я в это время ставлю, это тоже не слабо. А что вы ставите? Ну, подождите, поверьте мне, что есть вещи не слабее Отелло. Давайте, ну, отодвиньте что-нибудь или то, что вы ставите. Нет, нельзя ничего отодвинуть, вложены деньги, составлены планы, никогда еще мы не съехали ни на один день по части премьеры, никогда при мне за 25 лет, никогда мы не меняли времени премьеры. Это просто... Ну, знаете, тут что аплодировать? Это в том смысле, что мы зависим от денег, у нас маленькая дотация, мы не можем, так сказать, гулять, что называется. Поэтому у меня есть... Он в это время делает вот это, а я в это время делаю... Такого-то числа выпускает он, а такого-то выпускаю я. Поэтому, ну, какой может быть Отелло? А ты не сыграешь так, между прочим, Отелло? Нет, не сыграю. Ну, обидно в этот момент немножечко так сказать, но чуть-чуть. Ну, в этот момент, ну, чуть-чуть, у меня другие, так сказать, приоритеты в этот момент, понимаете? Поэтому, ну, что... А у него работа, мы так говорим, Юра Бутусов, я считаю, что это в своем возрасте, вот, это лучший режиссер страны. Вот среди 50-летних, вот у меня такое есть убеждение, я же все-таки смотрю, он грандиозно талантливый человек и огромный мастер. И я с ним делал два спектакля, просто как артист его играл, и это страшно тяжело, он очень тяжелый режиссер, потому что он выстраивает труднейшие вещи для артистов и ставит их... Он вообще МЧС-овец. Он не может... Он работает только в состоянии чрезвычайных происшествий. Он спокойно работать не может. Он может... Он доводит артиста до состояния отчаяния, сам себя доводит до состояния отчаяния, и только это и есть рабочее состояние для него. Он в другом состоянии не может работать. То есть он работает только во время пожара, землетрясения и наводнения в операционной. Вот когда эти четыре компонента чрезвычайно сходят, вот тогда он может работать. Это вообще не шутки почти, потому что он подсознательно вот так создает... И вот изменение трех сестер на Отелло, это тоже один из приемов, чтобы не успокаивались. Это значит, что какая-то актриса собиралась сыграть Машу, какая-то вершина, и им сказали до свидания? Да. А он еще в «Короле Лире», Юра, сделал такую вещь. Он репетирует «Короля Лира» уже после «Ревизора». То есть начав с «Ревизора» и перейдя на самом деле не плавно, а резко в один день на «Короля Лира», он репетировал два месяца с артистками Корделия, Регано, Ганерилия. Потом через два месяца ежедневных, огромных репетиций, многочасовых, он пришел в один день и поменял их всех ролями. Это, ну как вам сказать, вот это, конечно, не артисты, это трудно понять, это похоже, знаете, на аборт. Вот так говорили сами артистки, они говорили, ну как, ну, знаю, носила ребенка. А он сказал, вот что такое? Я вам еще клялся, что вы будете играть. Ничего, значит, сыграете вот эту теперь. И все. И играли того, кто... Кого распределили, того, значит, вот, как он сказал в этот день, так и играли потом. Вот он так переворачился. Скажите, а в театре вообще есть какие-то человеческие отношения? Есть, да. Или это все лишнее? Или это все лишнее? Любви. Да вы что? Да. Клянусь вам. Нет, театр — это такое место, знаете, где обязательно должны... Ну вот если вот так говорить про здоровый театр, такой правильный творческий коллектив, это все-таки коллектив — это такое место, где вот позитивные и созидательные мотивы и течения и силы побеждают деструктивные. То есть деструктивные силы есть всюду. В самом здоровом коллективе обязательно есть процесс тления, разложения, такие центробежные силы, такие разрушительные. Но здоровый коллектив отличается от нездорового тем, что в здоровом все-таки созидательные силы, центростремительные все-таки побеждают. И на самом деле театр — это замечательное место, где очень много любви по-настоящему, очень много самоотверженности, очень много преданности, жертвенности. Я говорю про театр здоровый, хороший. А доброты? Тоже много. Много-много. Много другого тоже. Но у вас же, чтобы побеждал, повторяю, позитивное. И в здоровом коллективе, в общем, в творческом, побеждает все равно. Вот когда человек репетирует Вершинина, например, или Машу, или даже Ирину, а потом ему говорят, что этой роли не будет, это... Это ужасная боль и драма, и иногда, так сказать, какие-то даже вывихи, какие-то заболевания. Да, да, так бывает. Но это и жестокое место. Ну как, а когда артиста вообще увольняют из театра, и мне приходится это делать. А артиста, который много лет работает, и работал, и работал хорошо, а потом потерялась перспектива. Вот меняется. Вот я там, у меня такая сознательная текучка кадров. То есть я специально делаю, чтобы протекала река из людей, из артистов. Вот чтобы приходили новые, все время приходили новые, намывался такой золотой песочкой, я уже про это говорил, оставались какие-то некоторые старые, а остальные уходили. У меня контрактная система, целиком контрактная. То есть вы приглашаете... Значит, мне приходится, вот я просто завершаю там мысль свою, мне приходится человек, который много лет проработал говорить, ну, значит, вот, дальше перспективы нету. Говорю я за год, за полтора, до... То есть как вы вызываете человека, и говорите через год, и будете уволены. Да. А потом что делать? Не продлим контракт, говорю я. Ну, это все равно. Я говорю, я, говорю я, и это делаю, что говорю, я буду звонить в другие места, я помогу тебе устроиться, если тебе нужно. Если тебе нужно сказать, чтобы я сказал про тебя, я скажу, скажу только хорошее. И так я и делаю. Я предупреждаю заранее. Но я и это делаю, потому что по-другому нельзя. Иначе вообще актер, когда он знает, что он в порядке, так сказать, пришел он в штате, в 80 случаях из 100 он начинает жиреть и переставать хотеть играть. Просто, ну, же... Вокруг мелких черт лица образовываются жировые кольца. По срезу лица можно подсчитать возраст артиста. Не только артиста мы знаем. В других профессиях тоже бывает. Вам можно. Вас могут ввозить на тележке. Нет, я не о себе в данном случае говорю. Вы берете на себя ответственность за... Да, я беру, да. Причем это часть вашей профессии. Вы берете на себя ответственность за человеческую жизнь. Ну как, когда вы говорите человеку дорогому... У вас... Говорю, да. Мне приходится. Это очень трудно делать. Это совершенно, так сказать, не связано с моим изначальным характером такого интеллигентного, хорошо воспитанного вот мальчика. Но мне пришлось это делать. И мне пришлось делать всякие жестокие вещи. Когда при папе, когда я знавал, что тогда еще я с удивлением открывал себе вот эти вот вещи. Когда я вдруг понимал, что я сейчас... Мне так важно в этом театре сделать то, что я наметил. Еще в Райкинском театре, в Аркадии Райкинском. Когда я узнавал, что кто-то на ухо папе говорит какие-то про меня вещи, которые мне вредны, я бы сказал так, не помогают, а мешают. Я узнавал быстро этого человека и говорил ему, что еще один раз вы скажете вот что-то, что я не буду считать правильным. И я все брошу, займусь вами, и я вас уничтожу. Говорил я. И вот так долго смотрел на человека. Вот как сейчас на вас. И он уходил. Он не уходил. Он начинал что-то. Он мне просто переставал мешать. Я, например, не знал, что я так могу. А у вас потом что вы делаете? Потом я продолжал идти дальше. Вот по... После такого разговора... Нет, конкретно. Вот вам пришел человек и сказал... Вы ему сказали, что через год вы уволены. Я там вас помогу. Человек ушел. А вы дальше продолжаете работать. Или что? Или вы пьете водку? Или что? Нет, я продолжаю работать. Вот в эту секунду? Ну, конечно, что мне делать? Я... Ну, зачем же, если мне... Как сказать? Ну, я же не могу впадать в впечатление. Потом впечатление, так сказать. И сожаление. Потом бросаться, так сказать, человека и извиняться перед ним. Ради Бога, прости. Это у меня был бы момент слабости. Я очень был злым сейчас. Нет, ну почему? Я давно... Я такие вещи продумываю. Это очень серьезный шаг. Это для человека очень тяжело. Часто это бывает ожиданно, а иногда неожиданно. То есть все актеры театра «Сатирикон» понимают, что в любой момент... Да, и понимаете, в чем дело? И в любой момент и я тоже могу, и так и произойдет. Потому что как только я, например, увижу, а это может произойти гораздо раньше, потому что я вообще работаю, я же не в башне слоновой кости. У меня есть начальство. Начальство разное. Бывает и глупое очень. А умным бывает просто редко. А могу сказать, что почти не бывает. А больше помолчу. Дальше не буду развивать эту мысль. И не буду говорить, что не бывает умным никогда. Так говорить не буду. Но просто меня могут взять и снять. Ну а что такое? Это кто вообще? Я бюджетная государственная организация. Снять Константина Райкина с «Сатирикона» имени Аркадия Райкина невозможно. Ой, ладно. Это будет очень... Ладно, мы с вами живем все-таки, знаете, в интересном государстве. Перестаньте. Перестаньте. Ну что? Только не будем сейчас про политику говорить, Андрей Маркович. Вот я как раз хотел вас спросить. У меня был такой заготовленный вопрос. Я его сейчас вам расскажу. Мы долго репетировали, между прочим. Мучительно. Это была мучительная репетиция. На прогоне вы лучше, между прочим, говорили. Ну так всегда бывает. Скажите мне, пожалуйста, вы много раз говорили о том, что о политике говорить не надо. Я совершенно согласен. И я очень устал от разговоров о политике по телевизору бесконечно. О политике говорить не надо. А надо о чем? Вот, обо всем остальном. Есть просто прекрасные вещи, все-таки зависящие от политики мало, а есть вещи прекрасно независящие. Все-таки есть независящие. Понимаю, что эти все наши большие люди, они очень могущественные, и действительно от политики зависит очень много. Я говорю, ну, знаете, тут я читаю иногда Пушкина и думаю, вот какой гениальный. Он же никогда не бывает легкомысленным. Вот он умел, в отличие от простых смертных, он умел как гений, знаете, находить какие-то моменты радости в безрадостной жизни. В него же очень трудная жизнь была, тяжелая, в общем, малорадостная. А он умел как гений вдруг находить радость в том, что другие, не гении, не замечают. И он, вот, он очень много на эту тему писал о том, что есть вещи прекрасно независящие от царей, от всяких политических ситуаций. Потому что, знаете, есть прекрасная какая-то красота, есть понимающие какие-то глаза. Вот кто-то тебя понимает, и такое счастье, знаете, это не зависит от политической ситуации в стране. Или, во всем случае, зависит мало. А я вообще себя, знаете, ловлю на таких вот вещах. И, я думаю, так, ну, раньше, когда там были какие-то реальные угрозы войны, например, какая-то острая политическая ситуация в мире, какая-то очень такая взрывоопасная, а я в это время какого-нибудь премьера выпускаю, думаю, господи, только бы не было войны, только бы дали выпустить премьеру, только бы дали выпустить. Ну, казалось бы, ну, вот понимаете, ну, казалось бы, ну, какой вообще эгоцентризм, ну, что ж ты вообще? А премьера-то, которую мы выпускаем, она выше в сто раз, чем их взаимоотношения вот эти. Это выше, это ближе к Богу гораздо. Он, может, и позволяет-то, все-таки не позволяет этой войне грянуть, Господь, Бог-то, потому что он премьера ждет. Понимаете? Вы, такой я прочитал цитату из вас, «Я свой театр создал просто потому, чтобы мне не было одиноко». Замечательная сама по себе мысль, мне показалась. А вы очень боитесь одиночества? Ну, может, я тогда так сказал. Ну, знаете, да как-то нет, я не могу сказать, что я боюсь одиночества. Более того, я по нему как-то скучаю иногда по одиночеству-то. А вы одинокий человек? Я одинокий, конечно. Я одинокий, но я здорово одинокий. Я все-таки лидер в этом театре-то, сатирикон. Ну, я говорю, а это очень одинокое дело. Есть целый ряд вещей, которые ты в одиночку решаешь, и никто тебе помочь не может. Лидер – это одинокое дело? Абсолютно одинокое. Это одинокое. Есть целый ряд вопросов, которые я решаю один. И никто… Я могу там что-то выслушать, что-то, а я иногда и слушать не буду. Ну, кого-то я послушаю. Ну, послушаю, послушаю, а решаю. Ну, как я могу… Ну, что такое лидер? Это тот, кто решает, каким быть спектаклем. Вот я ставлю спектакль. Ну, кто это вместо меня или вместе со мной может… Я решаю, каким ему быть, что я там… Как это должно выглядеть, как кто должен играть, кто кого должен играть, как должен театр… Это я решаю. Это я решаю. Я за это отвечаю. Я могу ошибиться? Могу. Но я решаю. Это я один. И я за это отвечаю. Я могу влететь в страшную ситуацию, где я сделал какую-то роковую ошибку? Могу, могу. Поэтому это… Но одиночество я люблю, с другой стороны, люблю… Знаете, в «Мёртвом доме» у Достоевского написана вот такая поразительная фраза. Написано про то, как человек попадает, значит, в заключение, как известно, то есть находится в тюрьме, на каторге. И там написано так. «И вот с этого времени, в течение, там, десяти лет, я ни разу нигде не был один». И это написано как о каком-то страшном мучении, когда человек не мог побыть один. Он всё время был в физическом, так сказать, в физическом состоянии множественности, вот так сказать, окружённой людьми. Он не был один нигде. Мне кажется, что это страшная мука, страшная мука. Скажите, а от лидерства может быть отдых? Или вот человек… Да, конечно. От лидерства, да. В чём? А в чём? Ну, когда ты артистом работаешь, у режиссёра какого-нибудь. Вот я работаю, и это прекрасное ощущение подчиняться, быть ведомым у ещё очень талантливого человека. То есть отдых от одной работы – это другая работа? Да, конечно, это точно. Ну, это давно, так сказать, это же не я же и сказал, это же кто-то очень точное, так сказать, это вообще очень точный путь. А отдых как отдых вам неведом? Отдых как ничего не делать? Нет, ну, ничего, наверное, ведом немножко. Я тогда… У меня какие-то есть кадры, когда меня вот снимали, там, на таком вот буквальном отдыхе я как-то выгляжу, я совершенно не… Я пока амёба, я как-то медленно разговаривал. Ведь это вообще… Это вообще неприлично, знаете, просто что-то мерзкое такое. Это что-то я… Ну, это длится там несколько дней такого. Вот где-то я и люблю куда-то уехать, куда-то вот и где-то в каком-то совершенно экзотическом месте вдруг как-то вообще, так сказать, забыть, что я вообще артист. Потом есть потрясающе красивые места и такие. Вдруг тебя на природу тянет. Я вдруг вспомнил, что я хотел быть биологом. И вот я смотрю, вижу там в Новую Зеландию, поехал тут, ой, какая красота. Как знаю. Вот там всё. Вот там. В Новой Зеландии это совсем неприлично. Меня сняли. Я как киви там или как кто-то из местных. Я там увидел дерево самое большое в мире. Я не думал, я не думал, что я знаю, а я когда увидел, всё-таки это паразит. Там каури, есть такой вид деревьев, которые мы не знаем. И вот опять это я сейчас скажу, сдохнуть можно. Я когда увидел самое большое в мире дерево. Там к нему такой ход, среди леса густого. И вдруг я увидел его. Вот самое большое в мире. И я упал на колени и что-то стал кричать. То есть языческие какие-то мотивы во мне вдруг взыграли. А на него молятся. У местных жителей это Бог. Я никогда не думал, что бывают такие деревья. Я никогда не мог себе представить, что может быть на планете Земля такой идея. Вот я вас хочу, знаете, что спросить. У Сергея Юрьевича Юрского есть такая книжка, кто держит паузу. Да, да, замечательно. Вот я сейчас хочу вам рассказать, что вы сейчас делаете. Вот вы говорите людям. Сколько час времени? Я слежу, не волнуйтесь. У меня все хорошо. Я сегодня это самое лечу. Да, да, да. Все под контролем. Я хочу вас спросить больше. Вы говорите. Вот я был в Новой Зеландии, говорите вы. И там есть такое большое дерево. И делаете паузу. И все эти люди, вот как сейчас, мертвы сидят и на вас смотрят. Вот скажите мне, это профессионализм или это чувство внизу? Как вот вы так можете... Нет, это просто огромное дарование. Не будем скромничать, знаете. Нет, я вам сейчас скажу. На самом деле, я вам скажу, это природные качества, странно, не изученные наукой. Вообще, чем артист от не артиста отличается? Вот выйдут 10 человек на сцену. Ну и мне же приходится, я вот сижу в приемной комиссии, вот это же тяжелое дело. И там ошибаешься иногда. Но все-таки в основном, конечно, не ошибаешься. Тоже полагаешься на интуицию. Это труднообъяснимая вещь. Но вот выходит 10 человек на сцену. Ничего еще никто не говорит. Они 10 вышли. Но почему-то ты смотришь на одного. Никто не говорит ничего. И этот один тоже руками не размахивает ничего. Просто почему-то ты смотришь на него. Актерское дело, это вообще, актерское дарование, это способность к какому-то излучению энергетическому. Оно не изучено наукой, конечно. Это какой-то луч энергии, который человек сам, даже того не понимая, излучает. Это по-другому, это то, что называл там, вот когда у Саниславского спросили, какое качество актерское он считает самым главным. Он сказал обаяние. Обаяние имеется в виду не хорошенькость, а степень заразительности. То есть способность своей эмоции заразить большое количество людей. Или, скажем так, просто более жестко, другого заразить. Это или есть, или нет? Это или есть, или нет. Это не воспитывается. Это и есть, да. Это и есть дарование. Во-вторых, важнейшая составная часть актерского дарования. Умение заразить другого человека своей эмоцией. Вот актер, это как кто? Это который вот, вот он улыбнулся, и все улыбнулись. Вот он посерьезнел, и все посерьезнел. Вот он прижал ушки, и все прижали. Вот, понимаете? Вот это. Слушайте, давайте я прочту что-нибудь, а? В этом сентябре. Вообще, я думаю, что я застегнулся. Я же сейчас хочу расстегнуться. Ладно, слушайте. Ну, правильно, правильно. Я нечего, что я так резко. Надо было как-то подвесить. Мы, по-моему, репетировали по-другому как-то. Экспром же всегда лучше. Ну, хорошо. Это подготовленный экспромт. Хорошо. Я хочу просто почитать что-нибудь. Я Давида Самойлова почитаю. Слушайте, я тут... Он очень актерский, актерский поэт. Он вообще великий поэт, мне кажется. У меня было такое в жизни радость, такое, ну, везение. Я его знал, как знал? Ну, снизу, так сказать, вот таким и был молодым зеленым артистом театра «Современника». А он туда приходил, потому что там было много его друзей. И он для этого театра переводил «Двенадцатую ночь Шекспира». Ну, и я тогда... Ну, он меня так мало замечал тогда, потому что я был... Ну, я бы на него так взирал, на этого поэта, которого я уж тогда очень любил, просто за его стихи. Вот. Ну, хорошо. Я прочту что-нибудь такое... Сейчас. 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 Я... Сейчас. Я прочту так. Вот я прочту, скажем... Красота. Вот у него такое, если говорить, есть. Она как скрипка на моем плече. И я ее подобно скрипачу к себе рукою прижимаю. И волосы струятся по плечу, как музыка немая. Она как скрипка на моем плече. Что знает скрипка о высоком пении? Что я о ней? Что пламя о свече? И сам Господь что знает о творении? Ведь высший дар себя не узнает. А красота превыше дарований. Она себя являет без стараний. И одарять собой не устает. Она как скрипка на моем плече. И очень сложен смысл ее гармоний. Но внятен всем, и каждого томит. И для нее никто не посторонний. И, отрешась от распри и забот, Мы слушаем в минуту просветления То долгое и медленное пение. И узнаем в нем высшее значение, Которое себя не узнает. Сейчас еще. Еще, сейчас. Можно же еще, да? Ну, самолетик-то я про него думаю. Да, так сейчас. Вот такая прелесть, Которую я из обожаемых. Это называется «Гостью цыгановых» Из его поэмы «Цыгановы». Такие два человека, Деревенских жителей советских. Такие муж и жена. Цыганов и Цыганова. Муж и жена такие два прекрасных, Больших, красивых русских деревенских человека. Вот про них поэма небольшая. И такая глава «Гостью цыгановых». «Встречай, хозяйка!» Крикнул Цыганов. Поздраствовали, сели. Стол тесовый, покрытый белой скатертью, Готов был распластаться перед Цыгановой. В мгновенье ока юный огурец Из миски глянул, словно лягушонок. И помидор, покинувший бочонок, Немедля выпить требовал подлец. И яблоко моченое лоснилось, И тоже стать закуской упросилось. Тугим пером вострился лук зеленый, А рядом царь закуски. Грусть соленый. С тарелки беззаветного пиял И требовал, чтобы не было отсрочки. Графин был старомодного литья, И был наполнен желтизной питья, Настойного на нежнейшей почке, Смородиной, а также на листочке, И на душистой травке он сиял. Присем ждала прохладная капустка, И в ней располагался безыскусно Морковки сладкой розовый торец. На круглом блюде весело лежали Ржаного хлеба теплые пласты И полотенец свежие холсты. Узором взор и сердце ублажали. «Хозяйка, выпей!» – крикнул Цыганов. Он туговат был на ухо Хмельнова, Он налил три стакана Цыганова, В персты сосуд граненый приняла И выпила тут посреди стола. Вознесся борщ И был разлит по мискам. Поверхность благородного борща Переливалась тяжко, как парча, Мешая красный отблеск золотистым. Картошка плавилась в сковороде, Вновь желтым самоцветом три стакана Наполнились шипучий квас из жбана. Излился с потным пенистым дымком Яичница, как восьмиглазый силин Серчала в сале, стол был изобилен, А тут блины с гречишным же блином Шутить не стоит, выпить под него Святое дело так и порешили И повторили, вскоре не спешили. Однако время шло, чтоб подымить Окно открыли двое пацанов Соседских с воем бились на кулачки. По яблоку им кинул цыганов, Прицикнув на те, вот они ворначьте. Тут, наконец, хозяйка рядом с мужем Присела, байки слушала она Мужские, кто где ранен, где контужен. Но снова два соседских пацана Затеяли возню, уже смеркалась Тележным осем, осень откликалась Но в каждом звуке зрела тишина Гость чокнулся с хозяйкой Будь здорова, будь, крикнул цыганов А цыганова печально отвернулась от окна Я хочу одно пушкинское стихотворение Прочесть, вот это по поводу того, что Как он умеет гениально, знаете, вот Находить радость в безрадостной жизни Именно по этой причине, мне кажется Он никогда не бывает, Александр Сергеевич Легкомысленным, потому что у него есть Как бы легкомысленные, на первый взгляд, стихи Такие вот про ножки, вот там какие-то Куски из Евгения Онегина И вроде это так легкомысленно, как-то это так фривольно Никогда он не бывает легкомысленным Он всегда занят вот этой сложнейшей задачей Как сделать гармонию и найти радость в безрадостной жизни Как найти счастье в несчастной жизни Вообще, кто-то очень умный вот сказал Это про него, что счастье это не станция назначения А способ путешествовать Вот это абсолютно про Александра Сергеевича И вот, вот за что ни возьмись Вот его самые вроде бы такие Юношеские, такие легкомысленные стихи Господи, ну как же это мудро Он гениальный мудрец Он пишет так Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель Я говорил в отечестве моем Где верный ум? Где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной Возвышенной и пламенно свободной? Где женщина не с хладной красотой Но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный Блистательный, веселый, просветенный Общищенный, с кем можно быть Нехладным, непустым? Отечество почти я ненавидел Но я вчера Голицыну увидел И примирен с отечеством моим АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот про это я говорю Вот почему не хочется говорить про политику Я, собственно говоря, думаю, что после такого Ну, я вот сейчас думал, когда вы заканчивали Вот какой вам можно задать вопрос, чтобы не выглядеть идиотом? И, в общем, я не знаю такого вопроса после Пушкина Я такого вопроса не знаю Поэтому мы уже так постепенно движемся к концу Но я хочу попросить у вас Правда, мне правда это очень интересно Вы сказали там в одном интервью Не надо очаровываться человеческой природой Хотя, вроде бы как, мы созданы по образу и подобию Божия А почему не надо очаровываться человеческой природой? Нет, ну, конечно, надо очаровываться человеческой природой Потому что это слова, ну, что я вот сказал как-то Это же наполовину верно, а наполовину неверно Как не надо очаровываться? Есть гениальные поступки человеческие Есть гениальные люди Не надо очаровываться в том смысле Что надо понимать, что человек любой Все равно в основе своей Ну, существо леноватое Жуликоватое Это есть в каждом Но это же все вы говорите про кого-то Нет, нет, нет А как? Ну, вы же не леноватый? Да, леноватый Леноватый, леноватый И жуликоватый, и жуликоватый Это есть в каждом Иначе мне просто обидно было бы Ну, что же, у меня нет этого качества Ну, что же Да нет, в нас есть все И в этом дело Надо, понимаете Это только, так сказать, вот так вот Как при советской власти говорили Что, понимаете Все прекрасное в человеке от природы А все плохое от империализма Понимаете, от капитализма и все Да нет же Ну, человеческая природа, она такая Это же не зря говорил Федор Михайлович Широк человек Я бы сузил Говорил он, понимаете Потому что, ну, как-то Ну, людям свойство Надо понимать это Люди совершают гениальные поступки Но эти же люди Которые совершают гениальные поступки Они же, они же Совершают совсем иные поступки Федор Михайлович Достоевский Гениальный гений из гениев Который пишет так Господи, его одна Речь о Пушкине Даже если не брать ничего Это Это такие высоты Духовности Ну, это же Я же читаю дневники писателя Правильно? И я там вижу Совсем другие стороны Натура этого гениального человека Совсем не невеликие Я бы сказал Понимаете? Так что В этом смысле Не надо Чтобы потом не разочаровываться Не надо ничего Так сказать Придумывать о человеке Человек Сложное существо Противоречивое Говорю В нем Очень легко Взыгрывают Всякие поганки Сорняки При определенных обстоятельствах Вдруг из людей Вылезает Очень много Нехорошего Плохого Огорчительного Гадкого Мерзкого Эти же люди В ситуациях Иных Становятся Гениально Великодушными Ведь понимаете Вот Вот про что я говорю Человек Один и тот же Бывает очень разным Вот почему Ну это Актерская наука Нету людей Плохих Таких Так сказать Окончательно Все равно Это же Все равно Вот я просто вижу Как происходит Что с людьми Происходит на спектакли Как у них Люди Лучшеют От хорошего спектакля Они лучшеют Они У них Душа Нежнеет Понимаете Заскорузлых Вот Приходишь Я иногда Смотрю Спектакли С такого места Где меня не видно Я там сижу Когда идет спектакль Где я не играю Я слежу И думаю Вот собираются зрители Я их вижу с затылков Но я вижу всех Сразу Сразу И каждого в отдельности Вот вижу И такие они Какие-то все Вот какие-то Разные такие Что-то кричат Они какие-то Они приходят После дня своего Тяжелого И что-то Кто-то выкрикивает Кто-то хочет Повыпендриваться Кто-то громко Что-то говорит Может очнем Там что-то Думаю Господи Кто-то там что-то скандалит Ну какие-то они разные Такие Какие-то непричесанные Какие-то Совершенно не готовые Вообще к восприятию искусства Я еще думаю Господи Ну как мы вот Играть будем в спектакль Ну что какой-то Обезьянник собрал сегодня Ну что за вообще Ну что И Вот как начинается спектакль Вот он Как Первые пять секунд Раз И вдруг Вся эта Разношерстная Какая-то Малоодаренная Масса Вдруг Как она Богом Прорастается И в каждом И они вдруг Все как один И они все Становятся лучше Самих себя Они как Как вот Поселяется Бог Здесь Прямо-прямо В этой аудитории И они как один И все как вот Как один Как вдруг Раз Раз Смеются Вдруг Раз Все Засморкаются Потом вдруг Раз Затихнут И И вот Думаю Вот какая публика Хорошая Понимаете А это Просто Сильный Спектакль Который Их Сразу Соединил Они Два часа Пройдет Это же Так сказать Вот действует Пока оно идет А потом Они выходят Там Гардероб Буфет Не тот Гардероб Там что-то Очередь Долго Не подходит И все Они в своем Среднехамском Опять Состоянии Но это же Было Два часа С ними же Понимаете И который И который Который Бандит Или который Вор На улице Или там В жизни Он вор А он Когда Спектакль Смотрит Хороший Он Кому Сочувствует Честному Потому что Он в этот момент Честный Он Другой Становится Он Он За честного И сочувствует И сопереживает Честному Понимаете А что Ну хорошо Вот два часа Человек Стал хорошим А дальше что А дальше Он вернулся Опять Потому что Тут нужна И зачем Регулярность А зачем Затем Чтобы потом Сковород На подсковородке Немножко меньше Огня На которой Нас жарят Потом Немножко меньше Огня Господь Бог Он запомнил Вот эти два часа Ты сам забыл А Господь запомнил И думает Так два часа Он был Все-таки Не совсем Сволочь И поэтому Когда там Где-то Жарят тебя Там Немножко Меньше Огоньку Чтобы не так Тебе было Чуть-чуть Тебе будет Я так шучу Нет Ну мы понимаем Да нет Неизвестно Шучу Жизнь Жизнь Из этого И складывается Из этих Все остальное Это жизни И нету Жизнь Состоит Из нескольких Мгновений Что запоминается Все остальное Как бы и не было Вот это суета Это беготня Там все Это же не было Потом Ничего Воспоминаются Воспоминаются Моменты остановок Каких-то Озарений Несколько Мгновений Да Да Несколько Мгновений Нет Вот Ромео и Джульетта Они прожили Практически Почти полноценную Жизнь Потому что Количество Прикосновений К Богу Вот Чем измеряется Жизнь А не Количеством Дней Часов Вы Какую тишину Услышали В доме музыки Вот Которая сейчас Ну это Вообще Тоже Музыка Это Потрясающе Дирижер Дирижер Черный фраг Вот такой У Давида Самойлова Дирижер Дирижер Черный фраг Командир Оркестровых Атак Альпинист Оркестровых Высот Оркестровых Садов Садовод Оркестровых Ручьев Рыболов Как ты Властен И большеголов Дирижер Дирижер Демиург Повелитель И движений И рук Рук Покорно Ведущих Смычки Рук Прижавших Фанфары К губам Рук Рук Впускающих Ветер Варган Рук Которые Бьют В барабан Рук Которые Ждут На хорах Притаив Голубей В рукавах Дирижер Береги Скрипачей Трубачей Береги Дирижер И высокую Виолончель И кларнет И корнет И фагот И минор Береги Мажор И басы И звенящую Трель И смычок Береги Струну Дирижер Береги Тишину Береги Тишину Дирижер Альпинист Оркестровых Высот Оркестровых Коней Коновод Командир Оркестровых Атак Потому что Случается Так Барабан Превратится В набат И смычки Превратятся В клинки И фанфары Не в лад Вострубят Не подвластные Взмах руки И внезапно Ощерится Зал Оркестранты Покинут Места И умолкнет Музыка Твоя И тогда Загремит Пустота И последний Мучительный Жест И ничком Как под поезд В оркестр Это кто? Это Давид Самонов Я не знал А ты психов? У меня к вам остался Последний вопрос Учитывая ваш Самолет Лично для вас Субъективно Лично субъективно Для вас Что такое Успешная жизнь? И когда у тебя В любимом деле Когда Твое Любимое Дело Проникается Любовью к тебе А дети Жена Ты заслужил его Любовь А дети Жена Семья Я не права Спрашиваю Я знаю Что у вас Все хорошо Замечательная дочка Я в принципе Говорю Понятно Что успешная жизнь Когда дело А все остальное Я не могу сказать Что это для меня Какое-то Уж прямо Остальное Все Это вот Как-то Для меня Едино У меня Так получилось Может быть Я так Подстроил Или они меня Так под себя Построили Они Все в театре У меня У меня Как-то Личная жизнь Моя Она Как-то Диффузировала В театр Или театр Диффузировал В нее У меня Жена Моя Актриса И дочка Моя актриса И они Еще и Преподают Вместе со мной У меня Вот тут Полина Стала проявлять Какие-то Очень Обнадеживающие Какие-то Результаты Вот По части Преподавания Например Мне это Очень радует Меня Как-то Моя жена Лена Бутенко Просто Помогает Мне В этом деле Уже давно В преподавании Кроме того Она актриса Это вообще Очень хорошо Что мы Актеры И поэтому Это тоже Часть Моей Работы Которые Работы Может быть Не совсем Правильно Называть Это образ Жизни Такой Это такой Образ жизни Вообще Театры Актерство И театр Это образ жизни Такой Это такой Способ Жития Что-нибудь Нам На ход Ноги Прочитайте Я прочту Знаете Просто Может быть Опять же Я Давида Самойлова Прочту Прочту Вот что Такое у него Вы тоже Это не знаете И Да и вот Как-то Мало кто Это знает Это Стихи Про стихи Как пишется Стихи И Звучит Это так Дописывая Этот стих Я вспомнил Про его Начало Оно Негромко Прозвучало Стих Шевельнулся И затих Он Пробуждался Как медведь Засевший На зиму В берлоге Уже Глаголы И предлоги Как лапы Стали в нем Неметь И вот Он Вылез Мокрый Тощий Облизан Липкою Весной Снегов Обламывая Толще Он Потянулся Всей Спиной И Вдруг Взревел И Вдруг Запел Всей Глоткой Всем Волнистым Небом Так Заорал Он Над сугробом Что я И сам Оторопел И стал Он Весел Потому Что Стих Не может Быть Не весел Он Весел От Ноздрей И Чресел И очень Хорошо Ему Вдыхать Дышать Реветь Стонать Бесчинствовать И бесноваться Обламывать И Обминать И С гласными Согласоваться От А До О От О До Ю От Ю Да Какие Звуки Изогнутые Как из Луки Как реки Из которых Пью И это Я Ору Пою Дуплом Огромной Носоглотки Радующиеся Бытию Хлебнувшись Звуков Словно Водки Как хорошо Что темнота Что пахнет лесом Ливнем Глиной Что сотни Гласных Изо рта Выкатывают Соловины Вот и пошло Теперь не трусь Куда девалась Лень Былая За что угодно Я берусь Отказываться Не желая АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно говоря Собственно говоря Мне остается только сказать Что мы пришли К финалу И напомнить вам Вдруг вы забыли Константин Аркадьевич Райкин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok